Знаковый для Одессы и такой долгожданный для театралов. Музикл по Дерибасовской, созданный по размышлениям Михаила Жванецкого, увидит свет 27 и 28 марта. Для зрителя город у моря превратился в рукотворный фантазийный образ, где в каждой декорации, в каждом герое из множества переплетенных историй, он увидит себя, своего соседа или близкого знакомого. И все нарисованные ситуации под аккомпанемент оркестра превратятся в реальную жизнь. Мы очень любим спектакли об Одессе. Наши зрители любят смотреть про себя, за себя, как говорят одесситы. Приближается 27 марта, день театра, и в этом году этот праздник ознаменован у нас еще и таким серьезным для нас событием. Это премьера спектакля. Как бы это пафосно ни звучало, но это правда, это мировая премьера. Первое исполнение воочию нового произведения, которое написано по нашей инициативе, по нашему заказу. Подготовка к спектаклю в мускомедии началась еще в январе. Сегодня 19 действующих лиц, балет, артисты и музыканты оттачивают свое мастерство на сцене перед важным днем. В театре признаются, рассказывать про Одессу Жванецкого в песне непросто. Как говорит мой капитан, море есть море. Дай ему понервничать, а сам сиди спокойно. А кто ваш капитан? Капитан правода Одесса, конечно. Языком Жванецкого попытается сказать вот эту вот историю, используя естественные его размышления. У нас в афише указано так, что это мюзикл по размышлениям Михаила Жванецкого. Вот. О великом, о грустном, о смешном. Ну, что такое, что творит, а только ему надо разрешить, но только ему надо разрешить. Пожалуйста, что смешного? Вы забыли тесто еще, как очень сильно рисовать? Нет, я ему на ногу. Мне просто на ногу стали. Хорошо, что не на другое. Это да. А было рядом. Главным героем действа является, конечно же, любимый город одесского писателя. Еще при жизни Михаил Михайлович дал зеленый свет на реализацию постановки. Жванецкий с теплотой говорил о родине и часто заводил разговор о непостоянном Черном море. Ведь все жизненные пути одесситов упираются в море, а дальше начинается другая жизнь. И море, вы знаете, вот это удивительное существо. К нему только на вы. Потому что вот солнечный день внизу там, под балконом, там пляж Аркадия, там тысячи людей. И вдруг море. То ли ему надоело эта вся болтовня, то ли что-то вот как шандарахнет, ветер как звездонет. И летят крики, во-первых, от криков. Я воскакиваю от этих криков на балкон, вижу шезлонги летят. Все летит. Надоело ему. Помимо известных одесских символов, воплощать Южную Пальмиру настоящего, прошлого и будущего будут при помощи оживших картин отечественных художников, тематических костюмов и знакомых каждому блюд на столе одного из колоритных двориков. Такой реквизит, конечно, не попробуешь. Пусть он и не настоящий, но чувства точно подлинные. Вся труппа на сцене. Хор танцует, балет поет, оркестр и на сцене. Подпевает. Подпевает. У нас все происходит. У нас настоящий мюзикл. По всем правильным законам этого жанра, после просмотра нашего, этого действа, вы будете напевать, и эта музыка войдет в народный фольклор города Одессы. После подсмотренной репетиции и правда невольно начинаешь напевать мелодии премьерного спектакля. Увидеть своими глазами и послушать труды коллектива мускомедии одесский зритель сможет 27 и 28 марта. И вспомнив, что же такого в тех людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков, самое главное – вновь влюбиться в Одессу. В Одессу глазами Жванецкого. Татьяна Бурумбей, Герасим Олесенко, Телеканал Репортер.